всем привет друзья продолжаем нашу историю про киа sorento prime сегодня у нас шестой выпуск вот первый раз сработал датчик давления шин задняя левая видите 24 показывает сейчас вот поеду понаблюдаем посмотрим будет падать или не будет проехали несколько километров давлением не снизилась видно колесо моргает даже сейчас мы его осмотрим подкачаем ну и дальше понаблюдаем осмотрел колесо вообще ничего не увидел в общем подкачаем посмотрим будем дальше наблюдать так подкачал вот завел ошибка вроде как погасло но выскочила такая штука типа начните движение для отображения давления в шинах давайте начнем выехал на асфальт и тут же все выровнялось показалось вот чуть-чуть перекачал 36 но в принципе но сейчас посмотрим будет спускать не будет повреждений никаких колесе не нашел а колесо сейчас проедем вот эту вот лужицу вот вот Продолжение следует... ...показывает расстояние максимальное при полном байке. Но я как-то вот что-то не засекал. Помню, что там 700, 800, там что-то около того. 900 не помню, что было. Но вот давайте посмотрим. Естественно, это все зависит от того, как человек ездит, от стиля езды. Если газует, расстояние, естественно, будет поменьше. Если экономичное, оно будет побольше. Вот я езжу так в смешанном режиме. Посмотрим, как будет у меня. Ну вот, сейчас вот я решил это показать. Вот заправился, правда, несколько километров назад. Сразу что-то забыл про это. Но вот сейчас показывает 830. Буду отслеживать. Так скажем, такие рекорды ставить. Естественно, все зависит от стиля езды. Заказал себе на Алишке такой вот коврик. Потому как старый коврик, который у меня вот здесь вот лежал, он, ну, липкий, что-то испортился. А тот, который не липкий, как вы видели раньше, он стал скользить. Вот. Ну и телефон я вот вожу вот сюда. Вот вот возил. Ну, привычнее мне, когда он здесь вот лежит. Хотя и здесь неплохо вот он помещается. Но при этом тогда уже неудобно вот эту вот штуку открывать. В общем, заказал. Кстати, немножко прозрачный даже. Довольно липкий. Вроде ровно. Попробуем. Не уезжает. Здесь поверхность не липкая. Ничего тоже по состоянию оставляет. Ну вот. Так вот мне привычнее. Кстати, вот машина постояла неделю. И опять давление в заднем левом колесе упало. Хотя снаружи вообще колесо выглядит нормально. Кстати говоря, я сейчас начал... Ну, еще в прошлый раз перекачал колесо. Тыкнулся в багажник. А там нет розетки. 12 вольт. Вот приходится подключать из салона. Удивительно. Вот про багажник я снимал в прошлый раз. Что-то забыл сказать. Да и не посмотрел вообще. А розетки нету. Увлекся. Очередная заправка. Вот только что заправился до полного. Показывает 833 километра. Смотрите, какие цифры. 777 осталось на баке. И пробег 7777. Сегодня хочу подключить видеорегистратор к переднему плафону освещения. Но хочу это сделать, не нарушая заводскую конструкцию. То есть вот такой вот переходничок вставлю в заводской разъем. Здесь у нас появится выход USB. И к нему я уже подключу питание регистратора. Сейчас мой регистратор запитан через штатный провод, который идет вот здесь. Вот я его пропускал по стеклу. Здесь вот по стойке. Там-там-там. Вот он идет. Здесь идет. И вот он. Видите, как он у меня пропущен. Да? И вот сюда. Ну, то есть как бы не камильфо вот это вот все. Поэтому будем подключать сразу от плафона. В таком вот пакетике пришел переходничок. Стоит недорого. И я считаю, что это очень хорошая, удобная тема, чтобы не портить заводскую проводку. А штатно, можно сказать так, подключить регистратор. То есть это установить там 5 секунд. Ну и снять точно так же. Ничего не меняется. Вот он наш плафончик. Вытаскиваем вот этот разъем. Вставляем туда вот этот вот наш. Который вытащили. Вставляем в обратную сторону. То есть все у нас напрямую подключено отлично. Так, все. Вот он. Вставляем наш переходничок. Получилась такая вот простая конструкция. И вот она наша USB-шечка. Вытащил уже вот этот провод. Везде, который был протянут. Убираем вообще всю эту срань. Теперь все будет цивильно. Вот только посмотрите, сколько проводов было намотано по машине. Сейчас все это не нужно. Ну как, я их сейчас аккуратненько смотаю. И вот туда вот уберу. Туда, там места много. Туда можно целиком залезть с головой. И в одну сторону, и в другую. Поэтому сейчас я их аккуратненько уберу туда. И все. Вот так вот теперь выглядит проводок. Можно было, конечно, его вот сюда вот куда-нибудь вывести. Вообще никаких проблем. Но меня вполне устраивает и оттуда. Нормально он там так не мешается. Так, со всех сторон. Покажу. Все отлично. Переходник. Очень удобный. Когда подключал регистратор буквально 20 минут назад. Для меня это было. Это, значит, выходной день. Утром я позвонил человеку. И он ответил. Взял трубку. Все меня там проконсультировал. Все четко и грамотно. То есть видно, что человек заточен на покупателей. На клиентов, так сказать. Очень такое доброжелательное, хорошее отношение. Ссылочку, еще раз повторюсь, оставлю под видео. Питание на регистратор подается сразу же, как только машина снимается с охраны. Выключается после того, как машина ставится на охрану. Все просто. Но, например, если вы сняли машину с охраны, и она у вас долго стоит. Например, целый день. То, естественно, он целый день писать не будет. Чтобы аккумулятор не разрядился, через 20 или сколько-то минут, ну, с завода так зашито, что питание отключается. Соответственно, регистратор тоже отключается. Поэтому, в принципе, все очень так-таки удобно. Ну, и здесь, конечно, приятно, что теплопровода нет. А тут две USB-шки освободились. Будет отдельно подробный ролик по подключению этого регистратора. Тут я сейчас все нюансы не показываю. Хотя там их особо-то и нет. Все очень просто. Предельно просто. Но, тем не менее, будет отдельный ролик, чтобы те, кто хотят посмотреть именно про регистратор, чтобы не смотрели все остальное. Вот. Выйдет чуть попозже. Ну, и пару слов о регистраторе. Наверное, многим знаком вот этот вот регистратор, который как-то он называется Mi. Сейчас увидите на экране название, просто точно не помню. Вот. Он в свое время был очень таким популярным, недорогим. И видео у него было потрясающее. Ну, для своего уровня. Очень хорошее. Но спустя какое-то время, сколько он у меня уже? Года, наверное, три. Он... Ну, просто перестал писать. То есть он показывает, что все там типа пишет, а потом флешку достаешь, смотрит, что там у тебя файлы. Фиг знает вообще какой давности. Поэтому сейчас рассматриваю к покупке другой вариант. Напишите в комментариях, какой бы вы посоветовали сейчас регистратор на момент 2020 года. Наклеил сейчас дополнительный уплотнитель капота. Вот здесь вот. С одной и с другой стороны. Спереди наклеивать вот здесь вот некоторые клеят. Здесь я этого делать не стал, потому что, ну, родной уплотнитель хорошо прилегает. Решетки радиаторные, поэтому там я смысла не вижу. А здесь вот добавил. И тоже все отлично здесь вот примыкает. Поэтому двигатель, думаю, будет почище. Сейчас я его специально помыл немножко. Ну, как помыл, протер чуть-чуть. Посмотрим, как он будет пачкаться теперь. И коротенько о том, что было или не было с момента последнего выпуска. Значит, самое главное, по коробке пока, фу-фу-фу, рыбков больше по-прежнему не повторялось. Значит, что еще заметил. Постоянно уезжает коврик багажника. По ходу движения машины вот назад туда съезжает. Постоянно нужно поправлять. Не знаю, какую-то липучку, что-то снизу приклеить, чтобы не съезжал. А еще как-то стало хрустеть водительское зеркало при складывании и раскладывании. Так, небольшой такой хруст. Сейчас, может, попробую снять. Честно, не было этого звука. Не сильно напрягает, но странно. Раньше такого не было. В целом, в остальном, в принципе, никаких особо нареканий нет. Единственное еще, что мне показалось, что она стала не такая бодрая, как мне казалось поначалу. Наверное, это связано с тем, что постоянно езжу в смарте. Я сейчас проанализировал, что в большинстве, когда я еду в смарте, он выбирает режим эко. Ну, то есть такой самый овощной. Иногда комфорт, эко, спорт вообще особо не подключаются. Поэтому тут, наверное, либо нужно сбрасывать адаптацию, как мне дилер говорил периодически, ну, либо ездить в разных режимах, там, выбирать спорт и прочее. Потому что, когда я только ее купил, она мне прям такой динамичной показалась. Сейчас как-то этого нет. Но я думаю, что просто из-за режима коробки. В целом, машиной доволен. Все окей. Смотрим дальше. А на этом, чтобы хронометраж опять не накручивать большой, шестой выпуск мы заканчиваем. И потихонечку начинаем снимать седьмой. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok